Грибники не разные бывают как люди, но главное, чтобы человек был смелым, зорким и не пьяным. Мы вот еще делаем вот такую заманушку, мы мало того, что себе наливаем, мы вот так вот, вот чуть-чуть наливаем господину леса, идем к елочке. Рыбаки рассказывали, они водку льют, ну а мы вот решили, что чтобы получить хороший сбор бровяков, надо коньячком баловать хозяина. Вот так вот наливаем и говорим, доброе утро, господин. Дай нам, пожалуйста, побольше урожай. О, господин леса, мы приветствуем тебя. Мы очень рады, что мы вновь пришли в гости к тебе. У нас сейчас это редко получается. Будь любезен, подари нам сегодня хороший сбор урожая, побольше хороших грибов. А если это будут бровяки, мы тебя будем благодарить. Да здравствует осень! Ура! 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 Давай! Коньяк сегодня хороший. Ну да. И позеленело от счастья. Лес, он тоже бывает разный. В городе хочется отдохнуть от шума, от всего вот этого суеты. Отдохнуть, не помнишь, как ну пьет лист был лес? И слева, и справа. Только, Васька, ау! И все это становится, ну так уже. Это не лес, это опять какой-то город в лесу. И поэтому я лично люблю очень тихий, спокойный лес, где можно остаться наедине с самим собой, поразмышлять. Мысли, 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 образы. Это круто. Ну вот мы же не стараемся собирать только те грибы, которые мы знаем, и точно в них уверен на 100%. Даже если вызывает малейшая какая-то, у нас есть мысль о том, что это гриб плохой, мы никогда не жалеем и всегда выбрасываем его. Лучше всего ищите белый гриб. Королевский белый хороший гриб. Да, вот он он. Круто. Это боровик. Белый гриб. Молодец какой. Но не мудрено. Вон. Вон. Это на суп. Вот. А так собираем боровики, маховики, подосиновики, подберезовики, лисички. Вот это наш основной сбор. А, и грузди. Вот. Если бы мы с вами сегодня нашли грузди, я бы вас потом пригласила. Ой, со сметанкой, с чесночком. Сказка. О, опаньки. Вы видите? Посмотрите. Какой же ты красивый. Ну, вот тебя-то точно просто заморожен. Потому что мороженые грибы зимой как будто бы ты только сорвал. Ну-ка. Опаньки. Чуть-чуть червивый. Посмотрите, какой король. Король леса. Ой. Ну, грибы, это что же охота? Значит, ты все равно уже азартный человек. По-любому. Как ни крути. Поэтому в любом случае, ну, честно признаюсь, мне кажется, что я всегда вот хочу собрать больше всех. У меня такая сверхзадача. Ну, наверное, это хорошая, правильная черта для охотника. Паша! Ты где? Помнишь, как заблудились в Пуховическом районе? А муж-то мой где? Паша! Паша! Ау! Паша! Тишина зловещая. А тогда что там, не было у нас телефонов или что? Расскажи. Связи не было. Не было связи. И самое интересное, что когда искали дорогу, начали находить грибы. Наверное, часа на четыре букали точно. Ну, что... Ой, слушай, а я тебя хотела порадовать своим. Ты что? А-а-а! Тоже бровик. Не, ну ты глянь. Вы видели? Не, вы посмотрите. Вы посмотрите, какой красавец. Ну, к тебе съедобное, а я несъедобное. Да, слушай, ну давай тогда это. Я могу все грибы потом отдать. Я поэтому с пустой корзинкой хожу. Расходимся, да? Увеличиваем периметр. Увеличиваем периметр. Работать через АУ. Короче, АУ. Три раза, да? Да. Уже знаешь какие-то места тайные, свои личные. Каждый год приезжаешь в одно и то же. Знаешь, что вот там тебя грибок-то и ждет. Во-первых, есть какой-то аромат особый. Ты когда туда приходишь, там есть мох, вереск. Почва такая теплая. Даже если очень холодно, там почему-то становится очень тепло. Ты понимаешь, ясно сейчас ты найдешь этот бровичок. Тут он и будет. Это вот маховик, точно. Это 100% маховик. Вот, видишь, мох. Кто бы сомневался. Сейчас самое главное, чтобы был не червивый. Вот какой маховичок. Не перепутаешь. Из маховиков я очень люблю тоже суп варить. Вот ты, конечно, с ним вообще нашел самый крутой гриб. Я тебе завидую. Я такой не нашла. Завидовать плохо. Я знаю. Все грибы пробуем на зуб. Еще дома, когда еще раз уже перебираем, еще раз на зуб, чтобы не горькие были. Это основной принцип нашего знания в грибах. И на вкус? Вот это сладенькие. Да, а тут будут горькие. Существует стереотип, что лес – это страшно. Но как можно бояться природы? Ей надо наслаждаться, упиваться. Не знаю, писать стихи. Пашка, например, любит грибы есть. Я их не люблю есть. Для меня важнее собрать, а не съесть. Иногда вообще валюсь, клянусь вам, вот так и делаю. Привет! Хороший. Субтитры подогнал «Симон»!